Портреты тех, кто не вернулся, как говорили тогда, из-за речки, подразумевая реку Пянш, по которой проходила граница СССР и Афганистана. Большинству из них не было 20, как и рядовому советской армии Олегу Бондаренко, сыну Лидии Константиновны. Он погиб в 1984 году, был в головном бронетранспортере, когда машина попала в засаду на перевале. Когда это случилось, я сказала, почему, что, как. Мне сказали, поймите, что рядом граница. Если мы не станем туда на защиту, то нас, говорят, сразу могут тоже зайти, поэтому мы должны. Лидия Константиновна рассказывает эту историю юным анапчанам, наследникам города воинской славы. Сегодня ее сын снова в строю вместе с ветеранами, а также теми, кто пришел отдать дань уважения всем советским солдатам, принявшим участие в той войне. Участвовало 167 наших жителей анапчан. 12 не пришли с этой войны, погибли на войне. И 28 человек стало инвалидами войны. Мы всегда должны говорить об их героическом подвиге. Мы помним павших парней. Мы приносим извинения женам и матерям. Мы гордимся нашими ветеранами Афганистана. Пусть время лечит ваши души. Пусть время лечит ваши раны. Матерям погибших вручили общественные награды в память о сыне воине, двум ветеранским организациям, благодарственные письма главы города. Воины-интернационалисты сегодня принимают активное участие в воспитании молодежи. Большинство юношей и девушек, которые пришли сегодня в сквер боевой славы, родились уже в новом тысячелетии. Александр интересуется историей, хотя и на любительском уровне. Сравнивает войну в Афганистане с сирийским конфликтом, о котором сегодня достаточно пишут в интернете. Там меряемся силами, можно сказать. Гонка вооружений или как-то так. Не совсем то же самое, но есть моменты, которые похожи. Идет слух, что американцы же ведь спонсируют ИГИЛ, но это не точно, но слух все-таки идет. И в Афганистане примерно так же было. Они действительно спонсируют. История постепенно расставляет все по своим местам. За каждый ее урок отданы жизни, поэтому забывать их нельзя. Просто для того, чтобы не повторять ошибок. Годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают ежегодно. В будущем году будет 30-летний юбилей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.